И знаете, еще как написанный закон, в поближе церкви проживают больше христиан, в поближе мечети больше мусульман, но не из-за того, что кому-то где-то не позволяется жить. Просто так всем удобнее ходить на молитвы. И сейчас, смотрите, с левой стороны здание с зелеными окнами, и второе здание, которое красное, желтое и белое. Сейчас мы развернемся, вы увидите опять их. Эти две школы, две государственные школы, единственное, которое с зелеными окнами, это исламская школа, то есть учит детей также по государственной программе, но тут же улучшает как раз ислам. И что же касается вообще системы образования в Египте, то здесь раз-то не только государственная, но и частная система, так как в больших городах, где население большое, как и классы в государственных школах бывают даже очень большими. Иногда достигают по 60, по 80 детей в одном классе. Как вы понимаете, с таким количеством детей учитель справится очень сложно. Потому родители, у кого есть возможность оплатить своим детям частные школы, обычно это и делают. В государственных школах обучение проводится на арабском языке, но дополнительно есть иностранный язык, которому и обучают тоже детей. В частных школах обычно наоборот. Изначально обучение ведется на иностранном языке, но чаще всего это английский, немецкий или французский язык, а арабский уже идет как отдельный предмет. В школах дети учатся по 12 лет, но перед поступлением в первый класс еще есть два года подготовительные, так как здесь нет обязательных детских садов, которые подправляют детей в школах. Ну и после окончания школы сдается экзамен, и там в зависимости уже от результатов дети дальше могут поступить в университеты. И опять же, в зависимости от результатов, либо это государственные, либо частные университеты. В государственных бывают как и платные, так и бесплатные места. В первом классе дети начинают ходить в возрасте 6-7 лет. Ну так как ты говорила, что еще есть два года подготовительные, так в принципе начинают они учиться уже с 4-5 лет. Ну и сейчас на территории Шарна-Шейхер строится первый университет. Еще пока университета не было, но хотели его открыть на этот учебный год, но не успели. Так что переносится все на следующий год. Ну и тогда есть надежда, что здесь молодежь тоже сможет продолжить свое обучение. Ну и сейчас, в принципе, вчера и сегодня разным классом в разных днях начинается начало учебного года. Так как здесь в Египте нет фиксированных числа, когда начинается вообще учебный год. Это начало обычно зависит от того, как попадают мусульманские праздники. Да, так как я вам говорила, что они меняются в течение года постоянно. И также зависит от жары. Да, так как не во всех государственных школах есть кондиционеры. Поэтому, если погода еще очень жарко, тогда Министерство образования обычно переносит начало учебного года, на то время, когда становится чуть-чуть прохладнее. Сейчас, смотрите, с правой стороны, такое интересное здание. Что напоминает? Пирамиду. Пирамиду, да. Ну так и называют ее пирамидой, но на самом деле это единственная государственная планета здесь на территории всего города. Что касаемо медицины, то система также есть государственная и частная. Но с государственной интересно, что у них нет залпности к доктору. То есть записаться заранее невозможно. Надо прийти, сесть в очередь и ждать, пока доктор примет. Ну и представьте, да, большие города, какие там бывают, в очереди. И также интересно, что у них есть скорая помощь, но нет такой опции, что можно вызвать скорую помощь на дом. Если что случается, надо самостоятельно собираться на пункты скорой помощи, которые принимают уже при больнице. А скорая помощь выезжает только на экстренные ситуации. Либо на дорогах, что случается, либо что-то другое. Тогда только не выезжают.